В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 12 случаев свиного гриппа. Как отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, в области эпидситуация остается нестабильной. О том, как защитить себя от разного вида вирусов, рассказали специалисты сферы здравоохранения. Случаи гриппа среди населения области регистрируются ежедневно. На сегодняшний день их уже порядка 76. Из них 64 случая — это грипп типа B, то есть не особо опасный и может протекать в легкой форме. Остальные случаи — это грипп типа A, или, как его называют в народе, свиной грипп, основными симптомами которого являются сухой кашель, температура, ломота в мышцах и суставах. В принципе, он у нас имел пандемический характер по миру 2009 года, поэтому ежегодно он у нас на территории нашей области, данный тип вируса гриппа A, он регистрируется. Вместе с тем, также у нас ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, и, возможно, микс инфекций. То есть у человека, у заболевшего, может быть выявлен как грипп и коронавирусная инфекция, но на территории нашей области пока данных случаев нет. В период вакцинации от гриппа привились 68 тысяч человек. Вакцин против коронавируса на сегодняшний день достаточно. Все желающие могут ее получить, учитывая то, что, по прогнозам специалистов, в ближайшее время будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Идет рост вирусной инфекции. Чаще всего, конечно, болеют у нас дети. За 2022 год у нас именно в поликлинике прикрепленное население среди переболели вирусную инфекцию 4063 пациента. Из них дети до 4 лет, получается, там, 1016, и до 14 лет 1263. А на вирусную инфекцию переболели за 2022 год у нас 463 пациента. Врачи и санэпидемиологи просят жителей области вовремя получать прививку от вирусных инфекций, а также соблюдать несложные меры предосторожности. Носить маски, использовать антисептики и не контактировать с больными. Олег Великий, Талгат Мурадбаев, формат Рахмиджанов, телеканал Акжаик.